Здравствуйте! Мне кажется, что томские чиновники окончательно поехали в какую-то другую сторону. Я сейчас не про всех, про некоторых, конкретно про следствие, про прокуратуру. В другую сторону от законности. То есть они явно дали понять, что они будут делать всё, что им нужно, всё, что им выгодно. Не важно, что написано в законе. 108 УПК, что нельзя заключать по стражу по 159-й, чаще 4-й. Заключим. И будет сидеть, если так кому-то нужно. 6 февраля в Киргском суде города Томска рассматривалось продление меры просечения Екатерины Фельдзингер. Это директор и владелец клиники Санте. Мало того, что продлили ещё на несколько месяцев содержание в СИЗО, закрыли само судебное заседание. Вот коллеги пришли поддержать Екатерину Фельдзингер, но их туда не пустили, не пустили туда средства массовой информации, нашу редакцию не пустили. Оказывается, что там какая-то врачебная тайна, представляете? До этого всё было хорошо, до этого никакой врачебной тайны не было. А сейчас вдруг, когда приехали СМИ, когда такое внимание и общественных деятелей, и журналистов, и юридическое сообщество закрыли, представляете? Врачебная тайна оказывается. А до этого такое же заседание, ну когда выбирали меру просечения, продлевали её, ничего не было, всё было в порядке. Смотрите, а сейчас вышел с ходатайством о закрытии следователь. Прокуратура, конечно же, поддержала, а это, считайте, Семёнов, прокурор поддержал. И изначально план такой был. Ну, а суд удовлетворил. И знаете, в этот же день, 6 февраля, Путин встречался с Лебедевым. Это председатель Верховного суда Российской Федерации. И они обсуждали гуманизацию законов. И один из пунктов, это чтобы по лёгкой и даже по средней тяжести статье женщин, имеющих малолетних детей, не лишать свободы, не сажать в СИЗО до суда. Но кому-то ход кол на голове чеши, всё будет так, как им надо, так, как им хочется. Потому что предприниматель сидит в СИЗО. Это только для того, чтобы на него давить по экономической статье. Только для этого. Но тут как-то и закон обходит, 108 УПК, который запрещает напрямую. Всё равно сидит. Кому-то очень нужно. Понимаете, люди идут до конца. Президент говорит одно, а Семёнов, прокурор Томской области, говорит другое. Следователь, соответственно, тоже говорит другое. И, к сожалению, суд соглашает, и я хочу обратиться к председателю Томского областного суда, школяр Ларисе Геннадьевне, которая сейчас в отпуске находится. Пожалуйста, обратите внимание на это дело. Уже закрывают дело, не пускают журналистов. Где открытость судопроизводства? Общественные деятели смотрят за это юридическое сообщество. Может быть, кто-то другой у вас закон пишет? Может быть, какой-то УПК другой у вас? Может быть, кодекс уголовный какой-то другой? Это просто так оно не пройдёт. Про него не забудут. Про него не забудут. Как нам рассказал адвокат Евгения Семёновой, её практически пытают. Ей не дают лекарства. Ну, давайте послушаем, что он говорит. 26 января 2024 года Семёнова Евгения Сергеевна в 6 часов утра была выведена из своей камеры и переведена в бокс номер 2 сборного отделения СИЗО для конвоирования на следственные действия. Бокс номер 2 является малогабаритным неотапливаемым подвальным помещением. Там Евгения Сергеевна провела время до 14.30 часов в состоянии борьбы с холодом и получила глубокое расстройство общего физического состояния. В 14.30 работники СИЗО вновь вернули Семёнову в камеру, поскольку никто из сотрудников для её этапирования на следственные действия так и не прибыл. В настоящее время я как адвокат направил материалы о пытках в отношении Семёновой уполномоченному по правам человека в Томской области Карташовой Елене Геннадьевне, где данные сведения приняты на особый контроль. Считаю, что такое бесчеловечное отношение крайне никогда к уголовной ответственности не привлекавшейся многодетной матери Семёновой Евгении Сергеевне недопустимо. Заключение под стражу у врача с 20-летним стажем в условиях катастрофической нехватки медперсонала в томских больницах также выглядит абсолютно нелепо. Нет, конечно, на крюк пока что не сажают. Всего лишь, знаете, не дают лекарства, которые нужно, и держат в холодном помещении. Восемь часов женщина просидела в холодной комнате, неотапливанной, ожидая каких-то следственных деятелей, которые, я смею предположить, даже не планировались. Просто чтобы показать. Вот это такая форма давления. Это то, о чём я и говорю. Что когда человек, когда предприниматель, в данном случае вообще врача, мать нескольких детей, сажают в СИЗО, это только для того, чтобы давить. А средств там достаточно. С мазейной прокурор разговаривает на повышенных тонах, она потом в слезах выходит. Семёнову держат в неотапливаемом помещении. И всё, как мы предполагаем. Для того, чтобы дать нужные показания. Потому что без показаний нет объективных улик, чтобы показать их суду, и всё. Смотрите, виноваты. По 159-й виноваты, и по 238-й виноваты. Нет таких улик. Их нужно через показания получить. Кому? Как? Как сказать? Вот посмотрите. Президент встречается с председателем Верховного суда. И не обсуждают гуманизацию закона. Касательно женщин в том числе. Особенно имеющих малолетних детей, чтобы их не заключать под стражу. Я думаю, что причина здесь в другом. Что касается экономических преступлений, там всегда причины в другом. Но какой-то предел-то должен быть. Вы же должны когда-то сами себе, какой-то тормоз внутренний должен быть. Вы же должны сказать, стоп, подождите, вот это уже перебор. Вот это уже перебор. Ну какая-то внутренняя, какая-то этика внутренняя человеческая должна быть. Ну система у нас так устроена. Вот вы сегодня вроде как бы с одной стороны сажаете, допрашиваете. А потом раз и с другой стороны. И вас уже кто-то допрашивает, и вас уже кто-то сажает. Вы бы хотели, чтобы было все по закону? Гипотетически предположить. Так, никто же от этого, не зарекаясь, как говорится, от тюрьмы от сумы, вы бы хотели, чтобы все было по закону? Поставьте себя на место врачей этих женщин. Поставьте. Вы бы хотели бы, или бы вы хотели, чтобы любыми целями от вас получали те показания, которые кому-то нужны? Я думаю, что вы бы выбрали, наверное, первый вариант. Законный. Так давайте не будем лишать этого шанса людей, врачей и руководителей клиники Екатерины Филизингер, чтобы все было по закону. Очень интересно, как все будет дальше развиваться. Насколько далеко вся эта ситуация зайдет в Тонске. Продолжаем следить за ситуацией. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok